Часть третья В эту ночь, как всегда, старичок в чёрной пелерине брёл вдоль самой панели по длинному пустынному проспекту и тыкал остриём сучковатой палки в асфальт, отыскивая табачные кончики — золотые, пробковые и просто бумажные, а также слоистые окурки сигар. Изредка, вскрикнув оленьем голосом, промахивал автомобиль. Или случалось то, что ни один городской пешеход не может заметить. Падала быстрее мысли и беззвучные слезы. Звезда. Ярче, веселее звёзд были огненные буквы, которые высыпали одна за другой над чёрной крышей, семенили гуськом и разом пропадали во тьме. «Неужели это возможно?» Огненным осторожным шёпотом проступали буквы, и ночь одним бархатным ударом смахивала их. «Неужели это?» — опять начинали они, крадясь по небу. И снова наваливалась темнота. Но они настойчиво разгорались, и, наконец, вместо того, чтобы исчезнуть сразу, остались сиять на целых пять минут, как и было условлено между бюро электрических реклам и фабрикантом. Впрочем, чёрт его знает, что на самом деле играло там, в темноте, над домами. Световая ли реклама, или человеческая мысль, знак, зов, вопрос, брошенный в небо и получающий вдруг самоцветный, восхитительный ответ. А по улицам, ставшим широкими, как чёрные блестящие моря, в этот поздний час, когда последний кабак закрывается, и русский человек, забыв о сне, без шапки, без пиджака, под старым макентошем, как ясновидящий, вышел на улицу блуждать, в этот поздний час по этим широким улицам расхаживали миры друг другу неведомые. Ни гуляка, ни женщина, ни просто прохожий, а наглухо заколоченный мир, полный чудес и преступлений. Пять извозчичьих пролёток стояли вдоль бульвара рядом с огромным барабаном уличной уборной. Пять сонных, тёплых, седых миров в кучерских ливреях и пять других миров на больных копытах, спящих и видящих во сне только овёс, что с тихим треском льётся из мешка. Бывают такие мгновения, когда всё становится чудовищным, бездонно глубоким, когда кажется так страшно жить и ещё страшнее умереть. И вдруг, пока мчишься так по ночному городу, сквозь слёзы, глядя на огни и ловя в них дивные, ослепительные воспоминания счастья, женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвения, вдруг, пока мчишься и безумствуешь так, вежливо остановят тебя прохожий и спросят, как пройти на такую-то улицу голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь. Субтитры создавал DimaTorzok